Алло, алло, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Очень здорово видеть столько народу, нам очень лестно. Простите, если кому-то не хватило книжек, это с одной стороны хорошая новость, с другой стороны так себе. Меня зовут Мария Анна, я главный редактор издательства CloudBerry, и мы сегодня собрались, чтобы поговорить про книжку «Двум». Но сначала я хотела сказать два слова про другую книжку, потому что мы очень рады, что у нас есть возможность сделать презентацию, но не все были так счастливы, не всех постиг такой сокрушительный успех. И, например, книжку Кира Ярмыш, на «Ярмышке» нельзя было не увидеть на презентации, не даже купить после первого дня, и это, конечно, обидно. Это, что называется, мнение редакции может не совпадать с другими мнениями. Но как-то так. Тем не менее, мы, счастливые обладатели презентации, пожалуй, ее начнем, хотя мы еще ждем Екатерину Шульман, которая к нам обещала подсоединиться, но идет с другого стороны зала, а это непросто, если вы Екатерина Шульман. Вас задержат по дороге, я думаю, очень много раз, так что вот. Но тем не менее. И я рада представить вам людей, которые не нуждаются в представлении, в первую очередь, потому что у нас есть таблички. Но на самом деле, конечно, не поэтому, а потому что они замечательные. И мы очень-очень благодарны им за то, что они поучаствовали в нашем проекте. Книжка «Дом» была сделана в поддержку благотворительной организации «Ночлежка», которая занимается помощью бездомным людям, и именно поэтому все рассказывают в книжке, так или иначе, связанной с темой дома. Все по-разному ее как-то трактуют, то есть не обходятся. Но суть, общий знаменатель — это дом, потому что тем самым мы пытаемся немножечко помочь тем, у кого его нет. И сегодня мы хотели сказать, что… Да, кстати, если вы не успели купить книжку, то вы можете ее послушать на сервисе Storytel, потому что они записали свою аудиоверсию, и от нее числения тоже идут в «Ночлежку». Поэтому это тоже благое дело, и очень не лишнее будет, даже если вы уже прочитаете. На этой аудиоверсной ноте мы чуть-чуть перемещаемся дальше и, наконец, начинаем говорить незаявленную тему. А тему, которую мы объявили, это дом и его границы. Это сложно и не очень тоже сужает горизонт, но тем не менее. Мысль была такая, что очень сложно вообще-то очертить эти границы дома, потому что можно относиться как к своему дому, к совершенно разным вещам. Можно всю страну считать как бы своим домом, а можно ярмарку нонфикшн считать своим домом и так далее, и так далее. И вот у меня был вопрос к нашим прекрасным участникам. Как вам кажется, где вот эта грань разумного между вполне адекватным желанием распоряжаться у себя как у себя дома, то есть My Kitchen, My Rules, и вот этим уже каким-то наступательным движением, то есть когда вы делите этот дом с кем-то, это может быть и дом в одном смысле, и более широком, но так или иначе получается, что я распоряжаюсь у себя дома, иногда спотыкается то, что я не один дома, чем бы этот дом ни был. Вот, спасибо, тогда спрошу, кто может что-нибудь сказать по этому поводу. Давайте я чего-нибудь скажу. Во-первых, спасибо вам, что вы сделали эту прекрасную книжку. Она действительно, не знаю, на моей памяти это какой-то чуть ли не самый удачный, вот таким образом собранный сборник, он и красив, и умен, и содержателен, и как-то и легок, несмотря на свою обиду, ну не знаю, я могу бесконечно долго говорить комплименты и авторам, и Ольге Флоренской, которая сделала рисунки, надеюсь, что ночлежка тоже довольна этим фактом, и то, что книжки закончились, это, конечно, праздник для издателей. Ура! Не для всех желающих купить, наверное, это такой праздник, но для издателей уж точно. Я думал о том, когда ехал сегодня на Яблоку, у меня там рассказ как бы разъясняет разные грани понимания дома в русской классике, но мне хотелось бы поговорить совершенно о другом. Дело в том, что мы с вами, это первые поколения, которые стали свидетелями какого-то исторического перелома в России. У нас появился, ну вот, в буквальном смысле, свой дом впервые за почти что сто лет. Благодаря грабительской, так сказать, гайдаврской пилотизации нам всем в собственность были выданы бесплатно наши квартиры, и это очень много измело. Наш рот перестал восприниматься каким бы он ни был, как нечто, выданное нам государством на определенных условиях, как какое-то благодеяние, которое может быть, а может его и не быть. Из-за этого, ну вот, я полагаю, что поколение моих родителей вот к этому выданному им дому, выданной им квартире относилось как к чему-то абсолютно неизменному, неизменяемому. Вот есть вот эта, как бы, двушка пятиэтажки, и она такой и прибудет до скончания веков, никакой надежды ее как-то увеличить, изменить, переехать куда-то. Ну, в общем, нет, или это адски сложно. Хорошо, что она не уменьшится, по крайней мере. Вот, а в тот момент, когда мы стали собственниками, вдруг оказалось, что это не есть какая-то вечная данность, а дом — это величина как бы изменяемая и текучая. Да, мы можем распоряжаться им как угодно, можем его продавать, сдавать, покупать, брать эту ненавистную ипотеку, сносить стенки, иногда даже несущие, основы строить, когда начинаются неприятности с батареи, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А тут еще подоспела, ну, как бы, Икея и прочие аналоги, и те вещи, которые раньше покупались, ну, там, с прицелом на 50 или 70 лет, ну, то есть, пока они совсем не рассыплются от старости. Оказалось, что это тоже такие быстро изнашиваемые, меняемые, выкидываемые, покупаемые заново предметы домашней обстановки. То есть, как бы, дом предыдущего поколения, дом вечная данность превратился в дом-трансформер. Вот, мы оказались хозяевами этого не только в смысле юридическом, но и в смысле, ну, что ли, таком пространственном, да, мы можем делать с ним все, что угодно. Вот, я понимаю, что... Здравствуйте, здравствуйте. И это какое-то совершенно иное отношение и к жилищу, и к его границам, потому что эти границы, внутренние его границы, оказываются легко изменяемыми, и те люди, которые в этом доме живут, они, ну, как-то, там, приезжают, унижают, что-то снимают, покупают, перебираются в другое место и так далее. В общем, это оказалось гораздо более текучей материи, чем было в предыдущей эпохи. Вот, а при этом, вот как в эссе Екатерины справедливо отмечается, границы этого дома все больше и больше расширяются по мере, ну, там, роста благосостояния или гражданского самосознания. Сначала мы начинаем воспринимать как собственную территорию, территорию, за которую мы ответственны. Там, лестничную площадку, подъезд, придомовую территорию, и так все это постепенно расширяется и расширяется. При этом интересно, что если собственный дом мы можем менять, как хотим, и с радостью это делаем, там, ремонтируем, переставляем мебель, перекрашиваем стены и все остальное, то, ну, вот, для москвичей, по крайней мере, любая трансформация вот этой территории, которая находится на дальних границах, на дальних пустах к дому, воспринимается как катастрофа. Любое известие о том, что в вашем парке сейчас начнут как бы проводить реконструкцию, или, не дай бог, какая-то стройка, или, не дай бог, что-то, это сразу повод для того, чтобы, ну, вот, договориться в программном чате и выйти с пикетами к, возможно, еще не приехавшим, не существующим бунтозерам. Вот, по крайней мере, я по районам, в котором я живу, замечаю, ну, как бы, невероятную нервность на эту тему. Даже если это какое-то благо, даже если это, там, новая линия метро, то на подъездах обязательно будут висеть листовки, где сбук в метро КБКРОВЬ, вот, и там написано, что ваши дома провалятся в бездну, и, ну, вот, понятно, что от людей, которые что-то строят на этих дальних границах дома, ждать хорошего не приходится. Интересно, когда и как это изменится, но, наверное, я и так уже много говорю, и это тема для каких-то следующих наших воздушнений. Спасибо. Я хотела бы сказать, что, с одной стороны, да, мы все живем в ситуации, когда граница нашего дома очень сильно расширилась, и, вот, скажем, есть замечательная книга Сергея Лошакина «Советский союз как коммунальная квартира», в которой он пишет, в частности, о коммунальных квартирах, что для жителя коммунальной квартиры коридор коммунальной квартиры уже не воспринимался как часть дома, уж не говоря о туалете или ванной, и поэтому эти части жилища всегда пребывали в каком-то ужасном состоянии, потому что никто не был готов взять на себя ответственность за то, чтобы мыть пол в коридоре, потому что это чужая земля. А сегодня, конечно, я согласна с Юрой, конечно, и квартира – это дом, и подъезд – это дом, и район – это дом, и город – это дом, и постепенно это как-то вот эта граница дома, она все дальше и дальше от нас отъезжает. В некотором смысле, как у Гоголя, когда, помните, Ноздрёв демонстрировал Чичикову границы своих владений. Он так здесь пришел и говорит, вот видишь, вот река, вот все, что до реки, то мое. Потом так немножко подумал и сказал, а то, что за рекой, то тоже мое. Вот мы в этом смысле, конечно, все сегодня немножко Ноздрёв. Я мой Ноздрёв, абсолютно, да. И тем, конечно же, интереснее думать о том опыте, который мы не вполне добровольно приобрели в течение предыдущего года, потому что мы, привыкшие думать о доме в терминах, что, конечно же, Австралия, может быть, я до туда еще не доехала, но, конечно, это тоже мое. И мы внезапно оказались в ситуации схлопнувшегося дома, когда твой дом буквально схлопнулся до твоих, отведенных тебе судьбой квадратных метров. И это, на самом деле, мне кажется, очень полезное, не то, чтобы я получила много удовольствия от этой практики, но я нахожу ее крайне полезной и оздоровительной, которая все-таки показывает тебе, где, на самом деле, находится граница той территории, за которую ты отвечаешь непосредственно, которую ты непосредственно обжил и на которой ты присутствуешь. То есть это было полезное напоминание о том, где на самом деле проходят границы. То есть не то, чтобы это единственная возможная граница, но некоторые напоминания о том, что и этот рубеж тоже существует. Так что, мне кажется, что вот эта дихотомия, мой дом — это мои квадратные метры, и мой дом — это весь мир, это полезная практика, к которой мы вполне добровольно причастились, и которая, тем не менее, мне кажется, лучше позволила нам осмыслить то, где же, собственно, начинается и заканчивается дом. Я вспомнил, что архитектор Рэм Калхаз говорил однажды, что границы Москвы проходят по Кипру и Сардинии, потому что для мегаполиса, для большого города границы настоящие — это там, где есть дома его горожан, куда они уезжают на выходные. Поэтому да, Гаря, и это тоже мое. Сардиния. Сардиния и все на свете. У меня, я, наверное, буду не возражать, а просто высказывать другую точку зрения. Я офицерская дочка, мы часто переезжали. У меня ощущение дома как стен. Просто нету. Эти стены довольно часто менялись. И потом, когда я уже выросла, они тоже часто менялись. И поэтому для меня границы дома — это круг людей, которые в нем обитают. Вот этим кругом все определяется. и где эти люди находятся. Четыре там стены. Бывает капает с потолка, да, или там вообще нет стены. Мы просто сидим на берегу. Вот это дом. Вот это точно дом. Я понимаю, что это такое искаженное представление, но оно именно связано с тем, что как объект дом для меня менялся слишком часто. И эта граница такая же четкая, как металлическая дверь, потому что когда среди твоих людей появляется кто-то чужой, то большая проблема. Ты начинаешь как иммунитет работать. Ты его либо поглощаешь, он становится частью тебя, либо ты пытаешься его отторгать, потому что он не такой. И это помучительнее ремонта, наверное. Вы знаете, на самом деле, лучшее определение дома, которое я слышала в своей жизни, принадлежит моему коллеге по журналу, еще глянцому, прекрасному журналисту Гнату Сахарову. Он сказал как-то, дом это место, куда ты можешь принести больную лапу. Вот все, да. И мы сразу понимаем, что не важно, где оно находится, не важно, как оно выглядит. И есть огромное количество людей, у которых такого дома нет, у которых такого дома нет. И, может быть, к сожалению, никогда не будет. Поэтому для меня вот все эти границы физически очень плавают, они очень зыбкие. Но я рада, что вот у меня есть место, куда я могу принести больную лапу. И пока оно есть, я не бездомная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ и художественно. И, ну, вот мое, собственно, такое небольшое здесь эссе, оно посвящено действительно городскому проблемам жилища в городе. Меня, понятно, это все интересует с точки зрения политической. Здесь было сказано и о расширении границ домашности, и о сжатии этих границ. Действительно, если говорить о прошедшем годе, и во многом о том годе, который наступил, то домашний арест и как метафора, и как бенетенциарная реальность, это во многом такая фраза, определяющая многое в это время. Домашний арест считается мерой мягкой, вроде как не СИЗО, но в этом положении обнаружили себя миллионы и много чего действительно, много чего интересного для себя открыли. Я должна сказать, что карантинные ограничения будут постепенно сниматься, уже понятно, как это, в каком порядке и с какой скоростью в разных странах по-разному будет происходить, но вот эта специфическая локализация, привязанность человека к месту, где он не только живет, но и в новой нашей социально-экономической реальности довольно часто и работает, она останется. Парадоксальным образом, легкость передвижения, вот эта мобильность, которая ассоциируется у нас с современностью и в особенности с современной городской жизнью, сочетается с не менее специфической иммобильностью, неподвижностью человека, который работает из дома, заказывает на дом, гуляет тоже вокруг дома. То, что раньше испытывали на себе только там молодые матери в декрете, теперь испытывают уже многие. И, в общем, люди стали иначе относиться, начинают иначе относиться и к своему придомовому, как это называется, пространству, и к своему району, и к жизни, так сказать, на районе, они предъявляют к ней уже иные требования. Тут было с некоторым пренебрежением, как мне показалось, сказано, про москвичей, которые не одобряют никаких перестроек вокруг себя, и даже метро, уж такое, понимаете, благодеяние, тоже от него нос-то воротик. Я должна сказать, потому что у меня свой, конечно, про экологический взгляд, исхаженный в своей профессиональной деформации, но гражданская самоорганизация важнее, чем метро. Это не невидно, извините, пожалуйста, а то, что люди объединяются, чтобы противостоять чему-то, что им воспринимается как угроза их привычному образу жизни, это гораздо более важный навык, чем наличие любого благоустройства. Я бы тут остерегалась этого взгляда авторитарного модернизатора, который приходит к варвару, говорит, сейчас я вам тут дорогу проложу, значит, микробов по выведу, и вообще научу вас как жить правильно. А они, дураки, такие своего счастья не понимают, еще и сопротивляются. На самом деле, довольно часто происходит нечто противоположное. То, что люди накопили ресурса и материального, и информационного, и, скажем так, физического, для того, чтобы не только радоваться того, что они захлопнули за собой свою дверь, и дальше этот страшный внешний мир остался там где-то, а и для того, чтобы все-таки выйти в этот страшный внешний мир и сделать его менее страшным, это для меня наиболее ценная тенденция городской жизни, не только городской, но в корзии, просто на небольшой территории очень разные люди вынуждены жить вместе. Это то, для чего, собственно, нужен город, для коммуникации разных людей, для, может быть, этой принудительной общности. Это то, что позволяет и выйти за пределы дома, и сделать его живо. Ну и, кстати, к вопросу о домашнем аресте. Книгу Кира Ярмаш все уже пропланировали, да? Каждый еще у себя должен это сделать. Она как раз посвящена опыту принудительной изоляции, тому опыту, который разделило все человечество в 2020 году. Многие, скажу, как политолог разделят его, и последующие годы. Поэтому я с ней не читала, но, наверное, она содержит полезные для всех мат наблюдения и, возможно, какие-то рекомендации и советов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Раз уж мы упомянули о теме Киры Ярмаш еще раз, я хотела бы я отгожусь в число людей, которые ее прочитали задолго до того, как Кира стала объектом репрессий и полюбила ее как книгу. Поэтому я выступаю несколько в режиме бродячего проповедника, я как прихожу к людям, смотрю в глаза и говорю, прочтите, это очень хорошая книга. Поэтому я, раз Катя дала мне такую формальную возможность, я скажу еще раз, дорогие, вы, наверное, думаете, что эту книгу можно и должно поддерживать только потому, что ее автор находится сейчас под тем самым домашним арестом, который в ее случае не спровоцирован какими-то медицинскими факторами. На самом деле нет, и мне кажется, что эта книга достойная того, чтобы о ней говорили не только как о книге, написанной человеком, подвергающимся несправедливому преследованию, но и как о книге, которая абсолютно самоценна с литературной точки зрения. Мне ужасно обидно за Киру, потому что я хочу, чтобы ее любили как писателя, а не только как узника совести. Поэтому всех призываю, книга, по-моему, в бумаге кончилась, но она доступна в аудио. У нас, видите, сегодня день кончившихся книг. Это, конечно, большая радость на улице литературного критика. Заходите на нашу ярмарку, на ней вы купите, что уже закончилось. На ней ничего нет. Но мы приобретаем вам что-то делал. Давайте расскажем, что еще осталось, чтобы быть полезной информацией. Внимание, внимание, на книжной ярмарке все-таки остались книги. Да, но не все. На самом деле, я хотела еще чуть-чуть зацепиться за то, что сказала Екатерина Михайловна про принудительное какое-то принудительное совместное бытование. И мне как раз это было интересно тоже в контексте дома, ну вот в таком широком смысле, как быть действительно, когда дом твой, но и не только твой. То есть ты имеешь право относиться к нему как к своему и распоряжаться вроде как, но при этом ты там не один. И это касается как раз, ну понятно, квартир любых практически и не только коммунальных, но и вот в широком смысле, вот эта придомовая территория или тоже пресловутая метро, это тот момент, когда приходится договариваться и вроде как мы все очень хорошо умеем и только учимся ходить. Но вот этот вот момент отстаивания, с одной стороны, своих интересов, потому что я могу вести себя как дома, потому что это дом по моим по крайней мере меркам. И вот где эта граница, когда это начинается, свобода заканчивается там, где начинается вот другого человека, и вот дома вроде как то же самое получается. Как быть? Как вам кажется? Что касается совместного проживания, то тут с одной стороны, мы опять же стали свидетелями и участниками еще одного гигантского цифрационного сдвига. дом во многих, не во всех, но в очень многих случаях перестал быть пространством ну вот такой тесноты и скучности, да, как есть у режиссера Балагова фильм «Теснота» про семью, живущую в начале 90-х годов. И это метафора, наверное, жизни многих и многих людей на протяжении многих и многих советских десятилетий. когда ты просто физически вынужден находиться в очень тесном, сжатом пространстве с родственниками, неродственниками, с соседями, делить с ними там места общего пользования и так далее. И вот, ну, как бы, пожалуйста, многие из нас из-за этой тесноты так или иначе так или иначе вырвались или имеют теоретический шанс вырваться. Ура-ура! С другой стороны, что мы наблюдаем вокруг себя в последнее время? Вот, по-моему, в моей молодости это еще не имело такой масштаб. Вот эта практика как бы совместной аренды квартиры, там, тремя-четырьмя-пятью, в общем, незнакомыми людьми, не относящимися друг к другу, не связанными родственными связями, находящимися ни в каких отношениях, все это вызвано исключительно экономическими причинами. Вот эти люди, насколько я, опять же, со своей колокольней могу судить, они совершенно иначе строят отношения внутри этого жилища, это все не... в этом нет уже какого-то такого коммунального подсиживания и плевания друг другу в кастрюлю, это ограничено, разграничено какими-то договорами, да, как, в сериале «Теория большого взрыва» главные герои писали договоры с 350 пунктов, да, о том, кто из них на что имеет право, вот, и мне кажется, что эта штука, она так или иначе все больше и больше будет затрагивать и семейные отношения тоже, не семейные отношения, не в смысле, там, как это называется, контракт брачный, да, а в смысле совместного проживания на одной и той же территории, да, потому что дети перестают быть, дети, вы перестаете быть объектами нашего, ну, какого-то тиранического подчинения, да, а становятся субъектами, с которыми мы о чем-то договариваемся, признаем за ними право на территорию, на, ну, какие-то свои, там, законы на этой территории, законы хаоса, которые они разводят на этой территории, вот, и так далее, и так далее. Так что, все мы движемся, по-моему, к договорам. И вот, кстати, пять копеек по поводу авторитарной модернизации, да, про буквы, капающие со слов в метро, я говорю не без иронии, но, конечно, вина на это лежит на авторитарных модернизаторах в первую очередь, потому что проблемы в отношениях вот с вторгающимися на нашу придомовую территорию модернизаторами, на территорию, которую мы уже, вроде как, считаем своей, в том, что они действительно не поступают с нами в договорные отношения, они хотят нас облагодетельствовать неким, ну, просто нахлобучить нам на голову некоторое общественное благо. Вот, а благо, нахлобученное на голову без объяснения и без уговаривания, оно не воспринимается как благо, тому история дает множество примеров. И вот, недавно, буквально, главную архитектурную премию, Блицгерскую премию, получили французские архитекторы Васалиева и Котон, сегодня в Медузе есть огромный броник текст, архитекторы, которые известны тем, что они, ну, там, когда им дают заказывать проект реконструкции площади в городе Бордо, они думают, там, месяц, когда он приходит и говорит, вы знаете, не надо на этой площади ничего делать, надо просто, там, менять гравий и почаще прибираться. А так, эта площадь идеальна, абсолютно. Вот, и они делали несколько проектов переделки многоквартирных, многоэтажных домов, в каждом из них, исходя из одного принципа, двух, жители не должны выселяться во время реконструкции из этого дома, и архитекторы не должны вторгаться в их квартиры. А этот дом можно обнести какими-то конструкциями, там, пошире балкон или зимний сад или что-то, и при этом ходить по квартирам и объяснять жителям все, что вы делаете. Вот этого, этой коммуникации, этой готовности и способности договариваться как раз, по-моему, не хватает в отношениях нас, граждан и местной как минимум власти, из-за этого эти буквы метро и покрываются кровавыми пятнами. Вы знаете, авторитарная модернизация может исходить не только от государства, и тут хочется вспомнить пример, который вот прям смотрит на нас с обложки этой книги. Сборник в поддержку удовлетворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомникам. Я общаюсь с этой организацией, как-то вот с ними, можно сказать, даже дружу, и опять же мое эссе в этом сборнике есть, но я помню их, что называется «Первый заход» это питерская организация, «Первый заход» и в Москву, когда они хотели в Савеловском районе сделать прачечную для бездомных. А Савеловский район, который только что пережил реновацию и отбылся от нее, встал на уши и сказал, что нет, мы такого не хотим. Тогда была, как вы помните, бурная сетевая дискуссия, отзывания фашистами всякими, в смысле жителей этого самого Савеловского района, но надо вам сказать, что я тогда, как мадам Десталь сказала, народ, который отстоял свою бороду, отстоит свою голову. Кто отбился от реноваторов, тот имеет право не пускать к себе. И благотворительную организацию тоже. Нельзя приходить к людям и говорить сначала, мы ваши старые плохие дома поменяем на новые хорошие, а потом мы ваши плохие старые ценности поменяем на новые прогрессивные. Так нельзя. И, надо сказать, последующие заходы начали, что в Москву были уже гораздо более, я не скажу, что менее сложными, но, по крайней мере, они осознали, что нужно сначала объяснить, что они такие, а потом уже, так сказать, приходить к людям и говорить, сейчас нас обрадуем, у вас тут будет теперь правильная, хорошая благотворительность. Так что гражданская организация важнее не только митрополитена, она важнее почти всего чего угодно. Нельзя, то, что называется, заходить сверху, как бы вы ни были уверены в своей правоте моральной или административной. А я хотела бы поговорить о семье как о примере самоорганизации, вообще как о примере организации. С точки зрения современной антропологии есть только одно определение семьи. Семья это люди, которые считают себя семьей. Нет, все остальные определения абсолютно оказались непродуктивны. И мне кажется, что опять же пережитой нами за прошедший год опыт привел не только к увеличению числа разводов, ну то есть российскую статистику я еще не видела, но думал... В Китае был всплеск разводов после окончания карантина, про себя мы еще не знаем, но будем знать. Да, мне кажется, что это общемировая тенденция и я совершенно не склонна считать ее тенденцией катастрофической. Это все, как мне кажется, приводит к большей осознанности в организации собственной жизни. То есть твоя семья это те люди, как мне те, которых не только те, которых тебе послал Бог. Это, так сказать, столько родительско-детских отношений и только на некотором промежутке времени. А это те люди, которых ты выбрал, чтобы с ними жить. И, как мне кажется, сегодня мы стремительно движемся именно в этом направлении, в осознании, в сторону осознания того, что ты имеешь право выбирать, с кем тебе жить. Если тебе комфортно, если ты, не знаю, вдруг осознал, что с лучшей подругой тебе детей растить комфортнее, чем вот с этим и странным мужиком, то ты имеешь полное право стать этим своим детям, бостонским родителем и абсолютно не пытаться каким-то образом свою семью вписать в привычные рамки. Мне кажется, как раз таки, что вот этот некоторый прессинг, который создала пандемия, который заставил людей задуматься, с кем и почему они живут, действительно привел к некоторому изменению, не то, чтобы к изменению, а к некоторой катализации этого процесса, изменению границ семьи. И вот то, о чем говорила Марина, что дом, это в первую очередь семья, это те люди, которые составляют твой ближний круг, которым ты несешь ту самую прекрасную больную лапу, это, мне кажется, сегодня переходит в некоторое новое качество. По сути, мы давно знаем, что семья, это далеко не всегда люди, с которыми ты связан кровно. и в моем микроэссе в этой книжке мы как раз говорим о том, как литература, современная художественная литература ощупывает границы вот этого нового понимания семьи. И, на мой взгляд, прошедший год привел к ускорению вот этого понимания того, что семья это в значительной степени система договоренностей, это выбор, это не божеская данность, а в значительной степени результат направленного эмоционального интеллектуального усилия. Да, вот абсолютно согласна. Спасибо, Галина, потому что граница это всегда зона компромисса. И мы охотно идем на компромисс, ну, может быть, не очень охотно, но в принципе идем на компромисс только с теми, кого мы любим и кто нам нравится. Мы упираемся даже бессознательно, даже иногда вот себе не на пользу. если человек, которому надо уступить, нам по любым причинам не симпатичны. И в этом смысле, конечно, пандемия, то, что мы оказали заперты в квартире, действительно вскрыли во многих семьях то, что вот, ну, раньше мы собирались вечером ужина, не ложились спать, и все было терпимо, а круглые сутки это оказалось, да, невыносимо. Но, у меня есть прекрасный пример, я наблюдала за всю пандемию, за инстаграмом своей выпускницы, которая вот благодаря пандемии съехалась со своим молодым, они, может, не сели, они просто их заперло. На их фотографии даже смотреть, прям невелично бы, хотя она сама их выкладывала, и ничего там не было, кроме класса, глаза были такие, что они потом, когда пандемия закончилась, они поженились. Я думаю, что такая статистика тоже есть, и она тоже очень хорошая, потому что, если ты выжил в самоизоляцию с человеком, то, знаешь, может действительно иметь смысл, ну, сходить за него замуж, ну, хотя бы так, на годок-другой, да. Так что, надеюсь, что хорошая статистика все-таки тоже есть. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. По поводу статистики, осенью был у нас спец регистрации браков, это, видимо, отложенные вот весенние свадьбы, которые не состоялись, а люди все-таки их решили в конце лета осенью доиграть. Это известно. Вот насчет разводов, опять же, будем знать постфактум. С точки зрения рождаемости 20-й год крайне неблагополучен. Все эти прекрасные проблемы, что, боже, сейчас все в самоизоляции, тут, значит, наделают дети. Ничего подобного. В тревоге люди размножаются плохо, поэтому демографический 20-й год, конечно, очень тяжелый и по понятным двум причинам, и по возросшей смертности, и по низкой рождаемости. Не знаю, как это относится к теме сборника, но раз получалось слово статистики, я не могу не так сказать, извините. Спасибо большое. У нас, к сожалению, осталось не так много времени, я подозреваю, многие из вас хотят автограф. Но сначала, наверное, мы возьмем еще минут пять, чтобы задать пару вопросов. но я боюсь, что реально пару. Так, давайте тогда начнем с вас. Добрый день, меня зовут Инна, это книжный магазин «Переплет. Город Иркутск». Мы, безусловно, будем продавать эту замечательную книгу в нашем магазине, и пусть все эти денежные средства пойдут в пользу ночлежки. И еще хотелось упомянуть о той статистике, что во время пандемии и в связи с таким сложным положением в отношении домашнего насилия участились случаи, значит, во всяком случае, в Иркутске потери дома и жилья у женщин с детьми. И у нас есть организации, которые предоставляют такое жилье женщинам и детям. тоже благотворительные организации, похожие на ночлежку. И мне бы хотелось как раз, чтобы ваши автографы на вот этой именно книге мы организуем благотворительный опцион, продадим эту книгу в пользу таких же организаций, которые есть в Иркутске. Спасибо. Спасибо большое. Так, еще вопросы с какого-нибудь... Сейчас давайте мы попробуем издалека немножечко. Так, кто-то поднимал руку? Нет? Маля рука. У меня вопрос не совсем по этой книге и к двум из вас. Сначала, Екатерина Михайловна, считаете ли вы, что Юлия Навальная способна заменить своего мужа и, ну, стать нашей Тихановской, скажем так? И вопрос Юрию. Сейчас очень популярна там редакция или еще не поздно сделали свои приложения, в которых можно там скачать их выпуски и слушать их. Скажете, а будет ли то же самое с полкой? у меня, наверное, ответ будет короче. Нет, в ближайшее время не будет. А мой ответ будет такой же короче. Нет, в ближайшее время не будет. Давайте не будем при живом на вами вот эти рассуждения производить. Этот вопрос многократно задавался. Мне в нем слышится что-то безнравственное. В смысле, что вы, так сказать, плохой человек, что его задали, но само это направление мысли. Слушайте, пусть каждый выполняет ту функцию, которую он себе выбрал добровольно. так что нет. В ближайшее время не будет. Спасибо большое. Так, ну что, давайте последний вопрос, иначе мы точно ничего не успеем. Ну так. Наверное, Кикатерине Мехауне, но, наверное, и ко всем. Вот вы сказали, Кикатерине Мехауне, что для нас сейчас социальность и гражданская активность важнее даже, чем новая линия метро. абсолютно с вами согласен, особенно наблюдая, как авторитарная та самая модернизация убила, скажем, эффективно работавшую сеть московского правей. То есть это была абсолютно волюнтарическая акция нашего мэра ради собственного пиара и выброса десятков миллиардов рублей на ветер или с вами знакомых. Вот. Как вы считаете, вот этот год самоизоляции, он сработал на эту нашу социальность, учитывая, что у нас есть интернет и какие-то возможности социальной организации или он же не повредил ей? Спасибо. Как бывает обычно с сложными социальными процессами и то и другое. Конечно, повредил, потому что отшиб социальные навыки из-за отсутствия возможности их упражнять. Все же непосредственное общение, так сказать, офлайновая социальная жизнь была убита на долгие месяцы, больше, чем на год, и сейчас только в очень таких обрезанных формах и очень постепенно к нам возвращается. Конечно, люди не могли делать то, что они раньше могли делать, например, собираться вместе. Поэтому говорить о том, что в этой вещи что-то хорошее я не буду. С другой стороны, в условиях насильственной разъединенности и погруженности в сеть одновременной, люди продолжали соединяться друг с другом уже вот этим сетевым способом. У этого сетевого противоречивого сетевого способа. У этого сетевого способа есть, конечно, и как все уже, я думаю, поняли, тоже очень большие ограничители. Много чего вы можете делать по сети, но вы не можете выйти на нормальный мизинг, вы не можете собраться на общедомовое собрание, вы не можете посмотреть в глаза друг к другу по-человечески. В общем, это все не то. Это, конечно, суррогат. Но песок плохая замена овцу, но в отсутствии овца и при такой большой потребности его все-таки иметь, в социальном пространстве песок волшебным образом начинает прорастать. Это чудо социальности. Там действительно имитационное иногда наливается настоящей жизнью, если на него обращено человеческое внимание. Поэтому по итогам 2020 года, что заметно социологически, вырос уровень доверия к самым разным институтам социально-политическим и больше всего благотворительным организациям. Вот российские НКО по итогам 2020 года больше всего в процентных пунктах прибавили доверие. Насколько я понимаю, выросло число людей, вовлеченных в волонтерскую благотворительную деятельность. Это и до этого росло. 2020 год дал этому импульс. Люди очень хотели что-то вместе сделать. Ничего невозможно было сделать вместе, только подежурить на телефоне или поучаствовать в разводе продуктов или хотя бы деньги пожертвовать. И мы видим, как эта потребность ищет себе выражение, находит в самых неожиданных местах. То есть вот этот накопленный гражданский навык, он себя упражнял, как вот действительно спортсмен запертый в квартире, хотя бы на беговой дорожке будет бегать. Да, это немножко бег на месте, но это не напрасно, это все равно тренирует ту же самую гражданскую мускулатуру, которую тренирует и настоящее гражданское действие. Тем более, что граница между онлайном и оффлайном конечно все более и более зыбкая, поэтому называя один тип действия настоящим, а другой несколько ненастоящим. Я, может быть, говорю на языке уже уходящей эпохи. Все это настоящее, все, в чем люди вместе участвуют, это их настоящее совместное действие, которое полезнее метро, вообще нужнее еды и солнца, которое составляет основу нашего общего бытия. Спасибо большое. А я позволю себе добавить буквально три слова о том, что прошедший год оказался очень продуктивным в сфере формирования, я бы сказала солидарности, профессиональной солидарности в широком смысле слова в книжной сфере. Для меня это очень приятное наблюдение, то есть я помню, как весной, когда большая часть книжных магазинов были закрыты, казалось, что книжная отрасль сейчас умрет прямо вот у нас на глазах, а когда издательства перекраивали свои издательские планы, в этот момент внезапно оказалось огромное количество людей, которые были готовы покупать совершенно ненужные книги исключительно для того, чтобы эта индустрия не умерла. Мне кажется, что это был какой-то абсолютно прорывной момент, и я наблюдала с колоссальным удовлетворением, что большие, небольшие рыбы пожирали маленьких, а наоборот, большие издательства поддерживали маленькие издательства, и большие книжно-книготорговые сети, которые пострадали на самом деле ничуть не меньше, чем маленькие книжные магазины, тоже проявляли какие-то чудеса солидарности. И то, что сегодня на этой ярмарке практически любая презентация, включая все разговоры о книге Кира Ярмаш, это для меня тоже какой-то удивительный обнадеживающий пример солидарности всего народа книги, в широком смысле слова, которым мы все тут, конечно, являемся. Если говорить о вот этой самой социальности, как о каком-то совместном действии, то я бы сказала, что для в широком смысле слова книжной отрасли, которая включает в себя не только производителей и распространителей, но и потребителей, мы можем говорить о безусловном прорыве. То есть 2020 год для книжной солидарности был годом прекрасным, очень полезным. Настал тот час, когда нужно попытаться подумать о тех, у кого презентация здесь после нас и начать, наверное, подписание книг и прочего. Но... Одну секунду, одну секунду. Да, держит по оборону еще 30 секунд. Мы хотели напоследок еще раз сказать огромное спасибо Ольге Флоренской, которая оформила книжку и сделала прекрасные картинки для всех авторов. И мы сделали их выставку и повесили ее там в зоне семинара на стене, но мы ее немножечко ободрали, потому что мы хотим вручить присутствующим картинки к их текстам. Спасибо. Спасибо всем еще раз огромное. А теперь давайте попробуем привить чудеса самой организации и выстроиться в какую-то очередь. Поздно.